МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре, как и по всей стране, с успехом прошла ночь музеев. Город не спал, жители перемещались из одного музея в соседние, узнавали что-то новое, встречали друзей, слушали, смотрели, принимали участие. В общем, открыли для себя Самарский музей с непривычного ракурса. Что ж, ваши фото с хэштегами Ночь в музее Самара и Ночь музеев Самара мной были обнаружены в сети в огромных количествах. Давайте посмотрим на вас, таких вдохновенных, очарованных и задумчивых. Ночь музеев пошла всем только на пользу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а прямо сейчас предлагаю вам посмотреть фотографии с хэштегом «Самарский трамвай». В социальных сетях все чаще-чаще появляются посты жителей нашего города, которые в обход всех пробок мчат на работу или учебу на трамвае. Ну а вечером прокатиться на новеньких трамваях с ветерком – любимое занятие многих горожан. Вот он какой – любимый самарский трамвай. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне приходит много сообщений от зрителей, которые смотрят нас по всей Самарской области и за ее пределами. Спасибо вам за то, что порой присылаете интересные новости и рекомендуете посмотреть то или иное видео в интернете. Границы наши расширяются. И это здорово. И здорово еще, что самарские блогеры все чаще и чаще стали писать о необычных местах нашей губернии. Знакомьтесь, блог Алексея Авдеевича об интересном Самаре и Самарской области. Алексей пишет, что любит природу родного края и много фотографирует. Очередное путешествие блогер посвятил Сергиевскому району. Если вы еще не были на Северо-Востоке, выбирайте погожий день и отправляйтесь по трассе М5, пишет Алексей. Путешественник проехал мимо крепости Красный Яр, заглянул в село Павловка, где нашел старую деревянную церковь, прогулялся по Серноводской здравнице и узнал, чем пахнет Серное озеро. Добрался до Голубого озера и встретил закат на горе Высокое. В общем, настоящее мини-путешествие. Вы тоже любите родные просторы и наблюдаете в себе писательский талант? Отправляйтесь за новыми впечатлениями и не забудьте описать это в своем блоге или на страничках в соцсетях. Быть может, тогда и вы заработаете свой первый самарский лайк. Самарская лука – живописное место на карте нашей области. Легенды и мифы, аномальные явления, особенности местной флоры и фауны – все это вы найдете в группе «Лука онлайн» ВКонтакте. Группой руководит Петр Маркеев. Он же регулярно выкладывает в сеть необычные записи, фотографии и видеоролики о походах, интересных событиях, связанных с Самарской лукой. Недавно группа вернулась из очередного похода. Туристы посетили горы Ботаническую, Большую Бахилову, Встрельную, Наблюдатель, Можжевелову. Итог. Около тысячи фотографий, большой видеоотчет, а также путешественники собрали данные по влажности, сделали замеры радиации, высоты и координаты точек. Но больший интерес подписчиков группы вызвали фотографии ребят, сделанные в ночное время суток. Эти фото разлетелись практически по всем самарским пабликам. Смотрите и наслаждайтесь. Самарский национальный исследовательский университет посетил ректор-основатель Сколковского института науки и технологий Эдвард Кроули. Кроули – профессор аэронавтики, астронавтики и инженерных систем Массачусетского технологического института. В прошлом – сотрудник НАСА. В России ученый работает уже пять лет, входит в совет по конкурентоспособности ведущих вузов страны. Доктор наук Кроули ознакомился с работой Института двигателей и энергетических установок, Межвузовской кафедрой космических исследований и провел встречу с молодыми учеными. Кроули отметил, что в ближайшее время необходимо рассказать всему миру об успехах Самарского университета, о его прорывной деятельности и грандиозных планов. На встрече с руководством Самарского вуза было решено объединить по ряду направлений возможности университета и Сполтеха, а также задействовать ресурсы Министерства образования и науки России и ряда известных компаний. И на этом фундаменте выстроить взаимовыгодное сотрудничество. Студенты с ГАУ создали перчатки, с помощью которых можно через Bluetooth управлять человекоподобным роботом. Авторы представили систему, с помощью которой робот AR600E может повторять действия человека. Работа над перчатками велась полгода. Сперва модель сделали на основе обычных хозяйственных перчаток. Все данные с датчиков передавались на компьютер. Общее положение рук отслеживает подключенный к системе сенсор. Электрическое питание перчаток осуществляется от батареек. Планируется, что система будет использоваться при работе в условиях повышенной радиации, при угрозе взрыва или в открытом космосе. Социальная сеть ВКонтакте совместно с МЧС России готовит систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Планируется прислать уведомления пользователям, находящимся непосредственно в зоне бедствия. Их будут определять по IP или по геолокации, если функции активны и включены в настройках смартфона. Если вы хотите получать извещения от МЧС о различных проблемах, например, о возможных погодных катаклизмах или о штормовых предупреждениях, то подписывайтесь на официальную группу МЧС ВКонтакте. Подобную информацию можно будет получать через личные сообщения. Причем через соцсети можно будет отправить больше информации, чем умещается в стандартное СМС-сообщение. Это могут быть подробные инструкции о том, как действовать в текущей ситуации. Система оповещения пользователей, оказавшихся в трудной ситуации, была применена соцсетью во время эвакуации россиян из Египта в ноябре прошлого года. Всем пользователям ВКонтакте, находившимся в этой стране, были отправлены адреса и телефоны специалистов, которые могут помочь на местах, а также расписание вылета самолетов. Давненько ничего не было слышно про козла Тимура и тигра Амура. Если вы помните, сладкую парочку разлучили после драки в апреле, когда тигр покусал козла при невыясненных обстоятельствах. И вот после курса лечения в московской клинике и, видимо, бесед с психоаналитиком, Тимур решил к прежней жизни не возвращаться и дружить с тигром на расстоянии. В марте было объявлено о том, что козел ищет невесту. За руку и сердце Тимура бодались шесть козочек, среди которых была и прежняя любовь Бородатого, с которой он жил еще задолго до отъезда в сафари-парк. Позже две козы устроили драку, но быстро помирились. Вот ведь страсти кипят. Все как у людей. Ну а что Амур, спросите вы? А у него тоже жизнь бьет ключом. Амур переживает романтический приют. Любимцу миллионов привезли невесту по кличке Уссури. Однако первое свидание молодоженов закончилось дракой. Правда, вторая встреча прошла более дружелюбно. Если отношения хищников и дальше будут развиваться, то тигров оставят жить вместе. Первый раз они вместе. Вот встреча. Ух ты! На сегодня все. Если есть какие-то интересные самарские новости, обсуждения, фотографии, видео, пишите нам. Давайте дружить! И в социальных сетях тоже. Наш сайт, Твиттер, Инстаграм, группа ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютубе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока! Друзья, не пропустите 28 мая фестиваль пресса 2016 в Струковском парке. Ждем вас на площадке телеканала Самарагис возле фонтана мальчика-девочка. Мы подведем итоги нашего вкусного конкурса в Инстаграм с вашими рецептами для кулинарного шоу «Болгарский перец» вручим призы. А также наградим победителей телевикторины под знаменем дружбы. Вас ждет космическая программа, игры, конкурсы и хорошая музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА